Судья на ковре Александр Хальмоненко. Схватка. Финальная. 8 минут. 4 и 4. Финал 83 плюс. 10 лет разницы. Примерно 10 килограммов разницы. Владимир Блюм и Антон Дмитроков. Ну что, признаюсь честно, Антон сегодня мой фаворит. Вот как-то сегодня только впервые увидел его. Все внимание мое привлек он к себе на этом турнире. Халат сделал свое дело. Халат сделал свое дело. И вот Антон уже в финале. Вот проходит в ноги. Володя хорошо контрит. Да, спруливает. Захватывает фронт-хэдлоб в стоечке. И, и, и... И у болельщиков накал страстей такой посерьезнее. Продергивает. Чем тем более ребята, тем серьезнее болеют болельщики. Достаточно плотно взял захват. И ветер поднялся. Это все остаточная волна от того тейкдауна из прола. Прихватил, прихватил. Володя хорошо держит. И что, неужели может быть гильотина? Какое выражение лица у Владимира Блюма? Тут спору об, ну, в общем... Как он технично сейчас сместил Антона ближе к центру татами, да, чтобы не шокировать зрителей. Да, продернул. Но остается отдать Антону должное. Он тоже вытерпел такой плотный достаточно захват. Видно было, что там на грани все было. Ну, Антон посильный. Он высет, выбрался из этого замка, и как бы всем своим видом показывает, что да ладно, что там. Все нормально. И не такое было. Очевидно, разница в размерах. Володя Блюм большой, но Антоха это просто человек-скала. Антоха, да. Антоха природный тяжеловес. Видно и по коленям, и по плечевым суставам. Большой дядька. Я думаю, что он будет еще больше через 2-3 года. Тяжи. 35, мне кажется, только свой потенциал начинает показывать. Именно в плане физической силы. Да, очень много примеров в истории джиу-джитсу и грэплинга, когда люди в полутяжелом весе, в тяжелом весе выбираются в топы. Вот как раз-таки 32-35 лет. Ну и у Володи все впереди. Да, у Володи прям все впереди-впереди. С учетом того, что ему 20 лет, у него еще... И как он сказал сегодня, да я только школу закончил. И он очень торопится, ему нужно быстренько отбороться. У него в час ночи самолет. Ох уж эти спортсмены. Я думаю, что Владимиру будет очень приятно, если он успеет на самолет. И еще и с призовыми от первого места. Сто процентов. Но взять призовые нужно еще мудриться. Кот в ногу. И Антон контрит, либо край татами. Ну молодец, Владимир, кстати. Отмечаю второй раз, что он, видя, что находится на краю татами, все-таки прекращает свою атаку, да, некровожадно относится к зрителям и к своему сопернику. Но Антон пока всем своим видом демонстрирует, что... Набивать ему на эти атаки. Да, Антон, мне кажется, как и в первые две встречи, все-таки ждет того момента, когда начнут отчитывать баллы. И уже вот тогда он показывает себя. То есть вот у меня такое впечатление о нем сложилось, да, что он аккуратненько, осторожненько... Правила определяют тактику. Да, экономит силы для того, чтобы выложиться на максимум уже, когда пойдет отсчет баллов. Обороной в стойке можно здорово замучить своего соперника, выжать из него какое-то количество энергии и потом перейти в атаку. Оборона в стойке сжирает, ну, меньше калорий, нежели атака в своих. Баллы, погоди в ногу, Баллы. Через 6 секунд у нас начнутся баллы. Раздергивает Антон. И начался отсчет баллов. Посмотрим, как Антон будет себя вести уже в это время. Как будто даже стойка сменилась у него. Да, вот с такого, да, с более поднятого состояния, уже коленки подогнул, уже... Да, да, уже более собран, уже понимает, что время для разменки закончилось, уже нужно включаться. Прям, прям это разительно было видно, что вот как он вначале, первые 2 минуты такой весь на расслабоне, ровный и сейчас абсолютно поджат, сконцентрирован. Антон тоже показал, что он готов бороться. Да, просто так он победу не отдаст. Несмотря на разницу в габаритах, да, Владимир показывает, что он просто так не уйдет. Еще один вход. Еще одна попытка. Поднимай, поднимай! И опять, опять край татами портит все планы Владимира. Третья атака, которая заканчивается на краю, и может быть, если бы татами был чуть побольше, совсем по-другому бы закончилось. Но если бы... Мы все знаем продолжение. Если бы татами был побольше... Да, да, да. Ну, увы, правила не предусматривают, а два это джейнг. И Антон входит. Две ноги в фрол, а в фрол. Очень, очень хорошо контрит Владимир. Уже второй раз попытка Антонова прохода в ноги была сконтрена. Есть так же тайминг. Да, да, да. Выталкивает, выталкивает Антон. Как будто дает время и себе, и оппоненту, для того, чтобы немножко прийти в себя. Что-то попало в глаз Владимиру. Ну, может быть, не что-то, а палец Антона, скорее всего. Может, палец Антона, может, те осы, которые от нас отлетели, наконец. Я думаю, они на километр даже к пацанам не подлетят. Очень собраны спортсмены. Очень сконцентрированы. Дойдет ли этот матч за овертайм? Как считает парад? Не знаю, у тяжеловесов все очень непредсказуемо. Сейчас может один проход решить итог схватки. Но попрошу, хочу отметить, что в отличие от всех предыдущих схваток, это находится, проходит в стойке. Хотя, казалось бы, тяжеловесы наоборот... Вот, это то, о чем я говорил. Один проход может сейчас все изменить. Два балла заработал Антон. И чуть больше минуты остается до конца матча. Переноси, 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 браво, жестче. Пятку жестче переноси. Так, секундируют Володя, Юргер, Азмадзе. Рекомендуют выходить на ногу. Абсолютно одинаковая стратегия на каждую схватку у Антона. Выждать время, сделать проход, заработать два балла, удержать преимущество, уйти победителем. Не хочет мириться с такой ситуацией Володя. Абсолютно не хочет. Пытается выйти на ногу. Как Володя выходит бодро на ногу. Прям вот этот как раз тот самый момент, когда ты спрашивал, когда рисковать. Вот сейчас рисковать. Когда остается 30 секунд, ты проигрываешь два балла, и ты будешь делать все, чтобы вырвать победу. И Володя это делает. Но Антон все видит, все чувствует. Разумеется. Разумеется. То есть он как будто бы даже без особых усилий меняет свое положение и остается вне зона атаки. Это был прекрасный матч. Антон Гмедраков забирает чек, медаль и, собственно, звание победителя весовой категории с высшего 83-х килограмма. То есть получается у нас сегодня два чемпиона и оба из Казахстана. Еще и комментирует Казах. Все куплено. Все куплено. Поздравляем Антона. Искренне поздравляю Антона. Но при этом хочу отметить Владимира. Тоже показал конкурентную борьбу. Дошел до финала. Молодец. 20 лет. Все впереди. Минимум 10 лет еще есть, чтобы до уровня Антона дойти. Возрастного. Дошли до финала. Среди лучших это лучшее. Продолжение следует...